Привет народ! Продолжаем наступать на японские позиции. Как вы видите, да, вот здесь надо даже будет Японию, наверное, полностью подмять. Ну вот сейчас мы вот здесь буквально захватим вот этот вот последний городок. Японский на китайской территории Ирок, а соски пойдет уже на помощь своему коллеге Жукову. Так, талантливые молодые офицеры. Наши молодые офицеры отлично справляются со своими задачами и готовы занимать высокие посты. Теперь во главе армии встали преданные люди, и чистка в ее рядах, инициатором которой является Сталин, оказывается вполне оправданной. Красная армия восстанавливает силы и скоро станет сильнее, чем прежние. Невосходно. Так, вот с этой территории мы уже вроде бы даже выгнали маленько японцев. Отлично. Захватили. Так, вот сюда, наверное, уже пойдем. Эти скоро уже должны будут капитулировать товарищи. Добьем их, а потом уже спокойно займемся атакой на Японию. Так, ну что, Жуков? Так, это мы убираем отсюда. И делаем новый фронт. Так, двигаемся. Японцы хотят, хотят сюда выскочить. Ну, так или иначе, нам главное сейчас союзников Японии выбрать. Давайте посмотрим. Государство Японии улучшает отношения с государством Мадзиан, и государство Третьих улучшает отношения с Японией. При этом с ним воюют. Замечательно. Так, ну вроде неплохо. Мы здесь обороняемся, да? Успешная чистка. Возникновение четвертого интернационального интернационала подстегнуло охоту на сторонников Троцкого, итогом которой стала казнь нескольких людей из близкого окружения Сталина. Оказавшись в изоляции, Сталин уединился на своей даче. Уничтожив всех предателей из числа соратников и родственников, он наконец-то сможет набраться сил и повезти в СССР. Пора разорвать топор войны. Убрать национальный дух за Гвард Троцкого. Так, смотрим. Отлично, у нас теперь национальное единство. 90% от земли. Далее. Все просто прекрасно. Восстановление военной мощи. И тут у нас чистка среди офицеров будет удалено 19 апреля 42 года. Ну да, время военной уже. Это жесть, надо было ее раньше делать. Организация совсем плохая. Отлично. Получает национальный дух подавление партизан. Так, у меня живот изучается, да? Хотя... Вот у меня изучается. 55 дней осталось. Так, ну что мы тут встали-то? Товарищ жук. Покопался уже. Так, давай-ка вперед. Так, что-то стоим. Ладно, убираем. Вот эту. И новый фронт. Отлично. Наступаем неплохо. Так, что у меня там, кстати, с танковыми двигателями. Транспорт БТ-7. Нифига, у меня тут все. БТ-хи полностью стоят. Здесь. Здесь еще последний Т-3Ц. 26-й остался. Его тоже скоро с ним видим. Отлично. Уже, смотрите, опытные. Так, эти еще не отличились сильно в бою. Ну, да, кстати, у меня же там пол-армии опыт потеряла. Надо их всех заточить заново. Давайте. Все сюда. Так, отмена. Вот сюда всех. И в подготовку. Ничего страшного, маленько потратимся. Ну, надо будет не забыть сразу же потом их остановить, чтобы больше не занимались. Значит, совсем будет плохо с вооружением у нас. Так, пусть работают. Склады. Артиллерии 2 тысячи единиц. Стрелковое оружие у нас 60 тысяч. Отлично. Автотранспорт. Ну, 3 тысячи. В принципе, нормально. Дополнительное снаряжение тоже 3 тысячи. Хорошо. О, легкие танки. Свободных. Тысячу с копейкой. Т-26. Это замечательно. И тут у нас истребители. О, начали И-16 уже выпускать в линии. То есть, на склады. И-15. 470 штук всего лишь. Оказывается, было. Давайте глянем, что у меня тут заводы Архангельск 1 строится. Закончится 9 декабря 38-го. Уфа заканчивает. Тут 6 заводов и 4 в Казани. Строительство у нас движется полным ходом. Так, вот сюда еще один завод на артиллерию пойдет. Так, на автотранспорт 1, самолеты все. Так, надо бы уже начать изучать новые самолеты. Надо посмотреть. Как там у нас? Так, 37 дней. Эхота. Так, 36-й год. ЛШБ. Это у нас... Он чисто на корабли, да? Понятно. В 40-м году только можно будет на лаги перейти и илы. Истребители пока будут вот такие, да? Ну ладно, пусть остаются. 39-й год. Надо бы вот что улучшать. Все это нам пригодится. Так, ну вроде идем. Наступление, смотрите. Тихонечку развертывается. Так, пора... Убирать. Куда ты поехала, дивизия? Ну ты что, с ума сошла? Убираем. Ставим заново. Наших китайских друзей. Так вот. Еще кусочек. Отрежем. Китайцы зайдут сюда поглубже. Ну и плюс вот это вот. Китайская. Вот они хоть и нейтралитет, но нам надо вот этих больше поддерживать. Все-таки коммуняки. Ну а сюда бы и не помешало заслать изменения какие-нибудь хорошие. Так, ну что-то тут мы японцев все выдворить не можем. Рокоссовский. Что-то ты... Как-то не очень. Давайте уберем. И создадим заново. Так. Сюда. Сюда. Так. Отлично. Возьмем полностью город Цинду в круг. Вот смотрите. Окружение с трех сторон. Ну все, можно уже спокойненько эту дивизию расформировать. А там всего лишь три. Мы потом ими займемся отдельно. Так, эти занимаются пусть. Вот этих можно распустить. Я бы еще с финнами повоевал, чтобы подвинуть границу. Но пока... Пока не будем, наверное. Сил мало. Так, ну что, где-нибудь остались еще? Вот, три. Давайте их... ...брать. Так, вот пусть занимаются. И... Пора, пора нам изменения в армию закинуть. Конечно, опять придется потом тренировать их. Но ничего страшного. Так. Давайте техников закинем вот сюда. Организация минус два. Ну вот, минус один и два будет. Прочность добавит. Брони уменьшит. Бронебойность уберет. Надежность зато добавит. Стоимость производства плюс сто. Надежность. Ремонтная рота. Надежность повышает очень хорошо. Давайте добавим. Ремонтная рота. Добавит потеря опыта. Минус размещение потерь. Минус зато восемь организация. Броня, бронебойность, вес. Блин. Совсем не очень. Ремонтная рота. Ну наверное добавим пока только этих С разведкой и ремонтом Пехоту Добавим Еще артиллерии Ну и сюда зато пойдет Сапер Разведка Лагерь полевой Ну вот не знаю военную полицию стоит ли Я бы сюда Я сюда радистов потом добавлю Вот так Все у нас сейчас большие изменения пойдут Вот как вы видите У нас дополнительного снаряжения Стало сразу мало Ну и конечно же мы в артиллерии Маленько в зависовании А че самолеты то И куда мне их Девать Ну и пусть висят Че они мешают что Непонятная ситуация Так ну давайте еще посмотрим Не хватает здесь 816 артиллерии Танков не хватает Полторы тысячи легких Машин благо пока хватает Самолетов хватает Ну давайте сделаем Пусть будет один самолет в день А сюда мы В артиллерию так отправили Давайте вот сюда Добавим заводов по полной Так 3 еще завода свободных Можно Куда то раскидать Ну тогда их можно в тяжелый танк Сунуть Фига 10 в год Жесть Так сделаем Следующие заводы будут Ну вот так Один месяц Хоть более менее Нет шаблона Тяжелый танк Но мне его некуда пока Так давайте глянем На боевую команду Т26 еще есть ВТхи нормально Ремрота Еще не до конца оснастились Ну понятно Так здесь вроде Победа идет Смотрите со всех сторон Берем городок Здесь у нас как Белаб стоят Отличненько Где мои Так вот они стоят А че стоим А ну да Вперед Пора откусить Еще кусочек От всяких там Гадов Танки молодцы Пробили Неплохо Сразу же в окружение Эти попали Жука Молодец Так ну че тут у нас Изучена способность Так Так стоп Новый командующий 165 Ясно Отлично Давай давай Захватывай Так Здесь мы почистили Китайцам достанется Здесь мы Убираем дивизию И ставим Новый фронт До конца Сейчас их тут Раздаем Чертые бабушки Ну и китайцы Вместе с нами Также нападают На своих Собратьев Так Еще ты все еще Опыта набраться Не можешь 93 же А вот пошло Я их собрал Опыта Так Вы куда это Мы же туда собрались Танковый парус Совсем не туда пошел Ну ладно Давайте Тут добьем Отлично Связь Обеспечение Так Связь Мне его взял Тут у нас Что Давайте Какой-нибудь Опыт армии Может добавиться 150 Лерия Так Бартилерия Стрелковая Конечно все хорошо Получаем опыт армии Плюс 10 Время подготовки Домти Вражеская поддержка Вражеская поддержка С воздуха Восстановление Дивизии БУ-7 Так Ну тогда Давайте Получаем опыт Армия Добавляем Призыв Призыв У нас еще Разширенный призыв Могу потом взять Ну можно уже и Катюши Начать строить Исследовать 38-й год Ноябрь Так Здесь Призвучаем Хорошо Здесь Ну Танк уже Можно начать Исследовать Но наверное Лучше все таки Будет артиллерию Надо будет ее Улучшать Хотя Пока не до артиллерии У меня тут же Промышленность Вот Давайте Ее начать Стоит Артиллерию Еще думаю Успеем О Видали Захватили Кусочек Так У нас получается Вот Совсем Махонькая Такая Вот Вылина А нет Все Все Мы всех Добили Теперь Будем Делать Фронт Вот Сюда На Эпошек Да Убираем Здесь Дивизин И пойдем С основной Компании Иначе Боюсь Опять Попаду Окружение Отлично Уже Идет Полный Захват Города Цин Да Сейчас Мы его Быстренько Захватим Со всех Сторон Все Так Атакуем Все Убежали На море Отстатки Так Ну все Пора Кунила Раздвигать Сюда На этот Фронт Будем Дальше За китайцев Так Вот давайте Вот так Сделаем Удар И Идется через реку Такой Вот кусочек Мы сейчас Отфигачим Отлично Национальный Фокус Давайте Бонус Исследованием Для Воздушной Докрин Пойдет Судьба Чехословакии Немецкие Войска Вторились Богем Имараю С целью Поддержания Порядка После Падения Чешского Правительства Праги Окупационные Силы Заявили О создании Автономного Протектората Третьего Рейха При поддержке Немцев Словакия Объявила О независимости И вновь Создала Государство Возглавляем Юзеф Тису Чехословакии Больше не существует Вот вам У меня На самом деле Давайте глянем На Европу Так Ну вот Как вы помните Была такая Чехословакия А тут Че у нас Осталось Кусочек Совсем Маленькой Словакии И Чехов Закрыли Тут еще Демилитаризованная Зона До сих пор Бельгия Так Ладно Так Как тут у меня Все еще тренируются Молодцы Опять что ли Ну да Я же добавил Так Давайте роты Добавлять дальше Сюда Добавляем Роту связи Прочность Стоимость Производства Так Организация Падает Варнебойность Падает Зато Инициатива Появляется Так Сохраняем И Где у меня Танчики Сюда Тоже Добавляем Роту связи Саперов Бы тоже Конечно Было бы Неплохо Атака Защита Давайте Саперов Сюда Еще Добавим Но До Познащения Давайте Пусть будет Пулевой госпиталь Сохраняем Ага Так Ну сюда Можно бы Добавить Тяжелый Танчик Сколько У меня Их На складе Три Штуки Всего Жалко Конечно Давайте Сразу Пусть Пусть Будет Сразу Сразу Организация Упала Надо Доктрин Изучать Тогда Хоть Маленечко Мы Продвинемся Все, вперед. Так, давайте еще раз посмотрим. Большая нехватка у меня идет. Допснаряжение. Автотранспорт тоже теряем, но пока еще есть резервы. Очень мало артиллерии теперь. Заводы пашут на полную катушку. Танки с 1270. Этих почему-то пишут, что достаточно, но это не факт. Один в неделю. Хотелось бы, чтобы побыстрее. Фига себе, пять в неделю. Жесть. Так, 75 заводов. Что у меня тут с заводами там? Строится потихонечку. Архангельск. Так, идет помаленьку. Пойдет. Так. Нам бы вот этот вот к морю сделать, вот так вот, чик. Чтоб кусочек у него к морю был. А то полностью изолированная китайская народная не очень хорошо. Ну, ладно. Будем идти так, как есть. Давайте, давайте, друзья мои. Че у меня тут? Стоим? Нет. Так, теперь вперед. Ща быстренько продаем. Ща быстренько продаем. Отлично. Щас мы их в котел засунем между двумя китайскими армиями. Так, стой, Жуков, погоди. Чтобы нас тут в котел главное не зажали. Так, стой. Вот так. Попробуем прорыв организовать. Если что, надеюсь, наши коневцы в случае чего подмогнут и не возьмут этих моих котел. Так. Так. Ну, давай-ка мы тебе весь Барнаул устроим. Так. Ну и здесь давайте добавим еще парочку заводов. Так. Ну, вроде нормально. Идут армии. Так. Захватили. Так. Конев. Убираем. Так. Теперь Жуков. Так. Так. Вот так. Вроде бы неплохо, неплохо идут сражения. Нормально. Нифига себе, у меня даже лишний завод образовался. Давайте его, наверное, на тяжелый танк бросать. Пристроиться. Посмотрим армию Жукова. БТ, 76, 26-й БТ. Не очень, да? Нехватос, да? Здесь у нас по технике все нормально, по стрелковому оружию тоже все прекрасно. Давайте глянем здесь. Хоть один тяжелый танк приехал, нет пока. Так, нехватка у нас есть, нету. У нас на складе 12 танков. Я же вроде сохранил. Нет что ли? Давайте добавим. Тяжелый танк. Вот так. Посмотрим. Вот сразу нехватка. Нормально. В минус ушли. Не хватает 427 единиц тяжелых танчиков наших. Ну давайте сразу вот так вот заводы построим, чтобы в случае чего всегда хватало. Артиллерия неужели мы наконец-то превысили, да? Просто супер. С артиллерией, по крайней мере, у нас все в порядке. С пехотным снаряжением тоже все ровно. Так. Здесь у нас доп. снаряжения очень мало и танков не хватает. Плюс новое стрелковое оружие сейчас откроем. И начнется. Так, тут у меня, кстати, последняя подводная лодка достраивается. Потом мощности все сюда закинем, чтобы... Так вот, да? Сделаем. Когда здесь достроится подводка, чтобы следующую строил. Не отвлекаясь. Хорошо. Нукден. У Японии, я смотрю. Надо, наверное, ее полностью вот так вот отрезать. Вместе с этим, с корейцами полностью отрезать. И пусть они вот в такой вот изоляции будут от моря. Тогда с поставками и с снабжением будет уже не очень хорошо у него. Так, кстати, давайте глянем на Японию. Сколько у него тут? 82 дивизии. 36 доводов максимум. Ну, в принципе, нормально. Так, отлично. Сейчас захватим. Как раз здесь по речкам. Так, все, взяли. Сразу же убираем. Здесь наступать не очень, да, будет грамотно. Поэтому давайте согласовать все с коневым. То есть с Рокоссовским. Так, и давайте продолжать фронт. Фронт. Будем его тогда дальше по реке гасить. Вот так. Вот до Могдена. Здесь мы... Вот отсюда пойдем. Так, отставить движение. Вот так. Все, в атаку. Так, где Жуков? Еще двигается. Так, ну тут я смотрю, уже китайцы вырвались, да? Так что можно спокойно убирать этот фронт. Давайте по верху пойдем. Так. Вот так. Так, ну вроде нормально, китайцы, снип. Так, а почему нехватка едет? Вроде, по идее, снабжение-то у нас нормально должно быть. Ну по танкам-то понятно, что идет нехваток. Заводы восстанавливаются, строятся отлично. Так, с самолетами, с истребителями. Так, ну вот один в день нормально. Пусть пока производятся. Нам они еще пригодятся. Убивать немецкие атаки. Так, рота обеспечения. Прекрасно. Расходы припасов. Ну с 10%. Это нам очень необходимо. Так, все, пора Катюшу исследовать. 74 дня здесь. Здесь идет исследование. Здесь шифровка идет. Хорошо. Ну и теперь добавляем. Так. Наверное, уберем вот это. А роту обеспечения добавим. Да. Справить. Танчики мои. Ну, в принципе, танки пусть. Так и остаются, как есть. Ну вот, припасов, да, у нас здесь очень не хватает. Дефицит. Техники жесткий идет. Ужасно все. Так, ну я смотрю, здесь растет у нас эффективность. О, прекрасно. Давайте океанский флот теперь начнем прокачивать. 412 тяжелых танков. Всего лишь не хватает, друзья мои. 415 танка. Альянс присоединилась. Государство Бенгрии. Плохо. Мне бы как-то... Ну, у меня просто очень мало политической власти. Видите, океанский флот какой-то. Минус один жрет у нас. Мне бы как-то какой-нибудь альянс союзников вступить. Давайте с бриташками все-таки попробуем улучшить отношения. Второй венский арбитраж. После проведения Германии арбитража в Вене было подписано соглашение о передаче северной Трансильвании под контроль Венгрии. Ранее, по результатам Первой мировой войны, эта территория была отдана государству Румыния, что привело к изосточенным спорам, станет ли такой передел границ первым шагом в установлении нового порядка в Европе. Посмотрим, как долго это продлится. Ну что ж, друзья, давайте закончим на сегодня эту серию и продолжим военную кампанию в следующей. Всем спасибо, всем пока.